Ну, где не пройдет тряпка, там пройдет кулевизатор, обработают все недоступные места. От внимательных глаз уборщиков трамвайно-троллейбусного управления не скроется ни один необработанный участок. После влажной уборки вагон полностью дезинфицируют. Протираем окна, поручни, подоконники. Самое главное – сиденья и поручни мы уделяем внимания. После того, как в Самаре введены особые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, пассажиропоток снизился больше, чем на 40%. Ежедневно в рейсы выходят 108 трамваев и 69 троллейбусов. Моют и дезинфицируют транспорт два раза в сутки. Обрабатывается вагон специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Муниципальное предприятие ТТУ дополнительно закупило 500 килограммов химсредств. Этого хватит, чтобы проводить обработку трамваев и троллейбусов до начала лета. Мы перестраховались. Мы хотим этим средством обрабатывать не только трамваи и троллейбусы. Мы хотим обработать наш вспомогательный транспорт. Я имею в виду аварийные бригады, контактные службы, те, которые в электротехнических лабораториях. То есть по максимальной. Более того, за предприятием ТТУ закреплено порядка 70 остановок городского общественного транспорта. Мы часть этого средства отдадим специалистам, кто занимается обслуживанием, чтобы они тоже протирали стекла и лавки на этих остановках. Мойка и дезинфекция продолжаются во всех видах общественного транспорта Самары, включая коммерческий. По распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной, работы по санитарному содержанию усилены на территории всего города. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.